Мы приехали в Российский биотехнологический университет. Давайте посмотрим, чему же здесь учат. Мы идем на кафедру зерновых, печь хлеб. Здравствуйте, Валерий Вячеславович. Расскажите, пожалуйста, о том, что здесь происходит и чему учат. Добрый день. Но я хочу вам рассказать о том, чем занимается наша кафедра. Наша кафедра – это кафедра зерна, хлебобулочных и кондитерских технологий. В первую очередь студенты нашей кафедры, они учатся не только делать какие-либо хлебобулочные изделия, а также они учатся анализировать сырье, с которого эта продукция будет потом выпекаться. Но я сегодня хочу вам предложить тоже сделать одно изделие, которое мы будем делать на нашей линии Русымикс. Это одна из производственных линий, на которой обучаются у нас бакалавры и магистры. Так что давайте мы сначала с вами отвесим сырье. Заранее я уже подготовил у нас мука, с вами высший сорт. Сахар и соль. Теперь нам необходимо с вами отвесить дрожжи и масло сливочное. По рецептуре, которая направлена на ГОСТ, нам с вами нужно сливочного масла 200 граммов и дрожжей 50. Давайте. А я пока в это время разобью яйца, взобью и сделаю меланж для приготовления дальнейшего хлебобулочного теста. Теперь также этот ингредиент — это дрожжи. Раскрывай их и тоже можешь класть в эту миску, потому что такие компоненты смешивать между собой можно, они не будут представлять для нас какую-либо опасность. Все классно? Да, все классно. Так, ну а теперь для замеса нашего с тобой теста нам необходимо с тобой переместиться в другую лабораторию. Пойдем, берем с нами наше сырье. Куда мы пришли? Это лаборатория многофункционального центра хлебобулочных кондитерских технологий. Сейчас мы с тобой будем замешивать тесто, поэтому мы использовать одно из оборудований, которое идет на производство — это тестомесильная машина. Тестомесильная машина, она совмещает все компоненты, необходимые в одну единую массу для того, чтобы мы приготовили с тобой тесто для дальнейшего использования и приготовления на этой линии. Так, ну давай, в первую очередь нам необходимо с тобой всыпать сухие компоненты. Сухие компоненты — это мука, сахар и дрожжи. А можно наоборот? Например, сначала сахар, а потом мука? Или это не зависит? Это будет считаться нарушением технологии, потому что вся технология прописана в ГОСТе, и мы должны всегда опираться на его рекомендации. То есть первое в ГОСТе — это мука? Да. В первую очередь всегда засыпаются сухие компоненты. Сухие компоненты — это наша мука, сахар и соль. Следующие компоненты — это компоненты жидкие, да? И в маргарин жидкие компоненты входят, так как он имеет большое количество влаги. Пересыпаем с тобой. Далее у нас уже есть с тобой отвешенная вода. Переливай и яичный меланж. Ну, и следующий наш этап. Мы с тобой запускаем нашу линию. Запускай. Ну, все, теперь мешаем. А как долго будет происходить этот процесс? Процесс замеса теста происходит около 10 минут. Первые 5 минут — это у нас первая скорость, да, на этой скорости у нас все компоненты смешиваются. А следующий этап — это вторая скорость, когда уже мы идем в развитие кликовинного каркаса. Тогда мы уже с тобой будем точно понимать, готово наше тесто или нет. А для чего нужна вот эта вот решетка? Решетка — это наша техника безопасности. Понимаешь, в производственных условиях могут быть различные случаи, когда при работе в тесномесильную машину не попадали руки, да, не попадали участки одежды, поэтому она всегда будет накрыта. Для того, чтобы во время работы ты могла подсыпать какие-либо компоненты, себя обезопасив, не подходить именно к тесто или нет сильному рогу. А как понять, что тесто готово и не нужно добавлять ничего? Ведь оно сейчас сухое и... Смотри, один из моментов сдобной продукции в том, что мы с тобой добавляем туда жиры. Жиры растворяются намного дольше, чем жидкий компонент, как вода. Поэтому, когда полностью разместится наша с тобой жирная основа, тогда ты увидишь, что тесто будет единой консистенции и готово для приготовления хлебобулочных или кондитерских изделий. А если такого не будет, то нужно будет добавить воды, да? Ну, тогда ты уже будешь смотреть, да, возможно, у тебя не хватает жидкого компонента или жиросвязующего, чтобы получить единую консистенцию. Есть ли определенное количество добавлений воды или это всегда по-разному? Всегда по-разному, потому что даже ГОСТ приписывает нам унифицированную рецептуру, в которой нет воды. Вода всегда идет по расчету. Это такой компонент, который зависит от влажности муки. Да, возможно, у тебя мука будет более сухая или более влажная. И тогда она у тебя будет брать совсем другое количество воды. Поэтому ты всегда пересчитываешь свою рецептуру именно в зависимости от ГОСТа, а вода идет по расчету влажности муки. И, конечно же, опытным путем ты будешь видеть, необходимо ли тебе добавлять воду или тесто у тебя уже готовое, потому что заданная влажность, она тоже идет по расчету. Сейчас, когда мы с тобой замесим тесто, мы с тобой проверим влажность. И влажность нашей продукции должна быть от 38 до 42. А почему именно эта влажность? Как-то это влияет? Конечно. Понимаешь, каждая продукция имеет свою определенную влажность и кислотность. Именно от этого и зависит качество мякиша, качество вкуса и внешний вид его изделия. Еще. Например, я очень люблю печь и готовить. Это мне поможет с выбором профессии? И стоит ли мне сюда приходить? Понимаешь, если говорить так на чистоту, то профессия хлебопека – это одна из главных профессий, так как хлеб – это социально значимый продукт. И еще мы говорим «хлеб всему глава». Многие, закончив нашу кафедру, ты можешь пойти уже работать руководителем, инженер-технологом. Это не только главная профессия и главный продукт для жизни, это еще и одна из высокоплачиваемых профессий. Я так понимаю, самое главное – это желание работать и уметь печь. Конечно же. И эти навыки ты всегда можешь получить в нашем университете, на нашей кафедре. А если, например, кто-то не умеет, ну вообще не знает, как смешивать ингредиенты или в принципе готовить, но при этом хочет учиться именно на этой профессии? Для этого и существуют такие университеты и кафедры, как наш, для того, чтобы они пришли и мы научили их азам, начиная от помолки муки, заканчивая анализом готового изделия. Так, сейчас нам с тобой уже необходимо переключать на вторую скорость. Ты видишь, да, что все наши компоненты связались в единую массу. А теперь, как мы говорим, да, необходимо развить клейковинный каркас. Теперь мы с тобой нажимаем на стоп, включаем на вторую скорость, нажимаем. И теперь вторая скорость более интенсивная. При более интенсивной скорости, да, проходят биохимические и физические связи. И именно тогда за счет коллоидов происходит именно развитие клейковины. Как только я отучусь на этой профессии, я смогу только выпекать? Или есть еще какие-то виды деятельности, где... Ну, ты же понимаешь, что хлебопекарное производство – это не только выпечка хлебопродукции, да, хлебобулочной продукции, а также это помол муки, да. Отучившись на нашей кафедре, ты получишь полные азы и хорошую практику на производстве по помолу зерна, да. Что такое помол зерна? Это уже изготовление муки, одно из свежущих частей. Далее, да, когда ты уже подготовишь муку, ты можешь ее анализировать. Это еще одна из стадий хлебопекарной продукции, потому что это лаборатория, лабораторное исследование и анализ муки. Далее на анализацию муки, соответственно, одна из стадий, когда ты уже можешь замешивать тесто. Следующая часть – это изготовление продукции. Это тоже приходится еще и из одной профессии. И окончательная стадия – это когда идет анализ готовой хлебобулочной продукции. Это экспертиза. Также ты понимаешь, что все сырье должно храниться. Это идет еще одно из разновидностей твоей профессии, потому что здесь идет анализ, хранение и подготовка сырья к работе, где рассказываются параметры, рассказываются основы хранения продукции. Так что это довольно-таки обширные. Вот расскажите, а что нужно знать про анализы как раз-таки готового изделия или муки? Есть ли какие-то интересные моменты? Отличия, да? Да. Ну, знаешь, хлебопекарной продукции, начиная от муки до окончания замеса, самое основное считается – это влажность и кислотность муки. И от этого зависит качество продукции. А также, конечно же, необходимо знать, как такие показатели, как число падения муки, гликовина и ДК. Это те параметры в муке, к которым ты можешь ориентироваться. Знаешь, присутствует еще ржаная мука. У ржаной муки есть афтилитическое число. Афтилитическое число – это показатели активности ферментов в муке. Это тоже мало, немало важно знать, потому что именно на этих стадиях ты можешь делать какие-либо выводы, как будет идти процесс замеса, как будет идти процесс брожения, формовки. Это одни из таких показателей самых важных при начале работы какого-либо пекаря или замеса теста. Сейчас очень много видов хлебобулочного изделия, с отрубями, с разными другими добавками. Как они вообще появились и откуда это все пошло? Понимаешь, задача производителя, населения – насыщить любыми видами и любой потребностью хлеба человека. Есть хлеба полезного вида, так как, к примеру, у многих есть заболевания, как сахарный диабет. Задача производителя – сделать такие хлеба, чтобы они не наносили вред. Кто-то следит за весом, кто-то следит за здоровьем. Вот все эти разновидности хлебов оттуда и пошли. Наша кафедра готова научить и готова к потребностям данного вида. Большое обилие сейчас хлебов, изготовленных на заквасках, на мизофильных заквасках, на термофильных заквасках. Наша кафедра имеет лабораторию микробиологии, где наши студенты самостоятельно выращивают, делают посевы для приготовления заквасок. Также наша кафедра занимается изготовлением отрубей различных видов. Это отруби могут быть амарантовые, конопляные. Конопляная мука сейчас имеет очень большую популярность. И продукция из нее имеет высокую витаминную ценность. Также наша кафедра занимается тем, что мы выводим новые виды муки. К примеру, такая мука, как амарантовая, такая мука, как цельнозерновая, которая обогащена большим количеством витаминов. Из этой же муки ты можешь составить не только именно замес хлеба и хлебобулочные изделия. Из этой муки ты можешь выращить большое количество заквасок. Закваски могут быть густые, жидкие, ржаные, пшеничные, термофильные, мизофильные. Отсюда и идет большое-большое количество продуктов на рынке нашего производителя. Наше тесто готово. А как понять, точно ли оно готово к использованию? Смотри, чтобы понять готовность теста на данном этапе, необходимо взять небольшой кусочек теста. И дальше этот кусочек теста необходимо вот такими движениями растягивать. И вот смотри, наше тесто с тобой, оно очень эластичное, оно при растяжении не рвется, да? И создается очень маленькая-маленькая тонкая пленка. Это и есть клейковинный-клейковинный каркас. Вот на этом этапе ты можешь понять, что тесто готово. И теперь ты можешь из него изготавливать хлебобулочные изделия. Давайте изготовим? Давайте. Далее мы с тобой продолжим идти к линии закатки, да? На закатке мы уже с тобой формируем нашу тестовую заготовку, ее размер ширины, да, ее толщину. Это все делается именно механически. Пойдем? Наше тесто необходимо придать форму, да? Поэтому мы его с тобой запускаем через прижимные валы, вот таким образом, где мы с тобой создаем его ширину. После того, как мы прогнали его через валы, где мы создали с тобой необходимую ширину, следующий наш этап – это создание его очередной ширины и окончательное наше выслоение. Дальше продвигаем его снова по прижимным листам. Здесь линия подается на транспортер, запускается снова в одни из валок, где дальше будет сформирован уже рисунок и сама наша заготовка. Также здесь будет вноситься начинка. И дальше уже нарезаются заданные нами... Заданные нами с тобой размеры, которые обрубаются, как ее называют, билетиной. В следующий этап ты укладываешь наши готовые изделия. И ставишь в расстоечный шкаф, где они уже приобретают окончательную форму перед выпечкой. Вот такого вида изделия получаются на данной линии. Так как времени у нас совсем мало, мы заранее их изготовили. Я знаю, что ты сейчас идешь на купежирование чая, поэтому пробуй и бери с собой. Очень вкусно. Спасибо большое. Это было познавательно, интересно и вкусно. Поэтому мы всегда ждем на нашем университете, как студентам. Сейчас мы направляемся на кафедру брожения, и там будем купажировать чай. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина, и я представляю кафедру бродильных производств. А могли бы вы поподробнее рассказать об этом? Разумеется. Наша кафедра занимается выпуском технологов продуктов питания из растительного сырья. И сегодня я немножечко покажу, как создаются новые продукты питания. Сегодня мы попробуем сделать новый тип продукта – чай противопростудный. На улице холодно, поэтому попробуем не заболеть. А у меня как раз-таки есть попекушки. Отлично. А мы сделаем чай. Давайте приступим? Давайте. Итак, перед нами лежат 10 разных трав, которые обладают известной противовоспалительной активностью. И мы сегодня немножечко заварим каждого ингредиента. Из них сделаем купаж. И таким образом у нас получится абсолютно новый продукт – противопростудный чай. Итак, у нас 10 ингредиентов. Из них лемонграсс, смородина, зверобой, лимонник китайский, листья малины, анчай, он же синий чай, мята, каркаде, липа, шалфель. Все эти ингредиенты известны тем, что они помогают организму бороться с простудой. Сейчас мы от каждого ингредиента возьмем небольшое количество и будем заливать водой. Водой не 100 градусной, как мы привыкли кипяток заваривать, а мы постараемся сделать, заварить чай на воде не более 70 градусов. Потому что таким образом полезные свойства чая раскроются в лучшей степени. Лимонник китайский очень полезен своими свойствами как противопростудными, так и энергетическими. То есть, если вдруг ты не выспалась, то в таком случае лимонник очень полезен. Ну, немножечко мяты буквально для вкуса. Давай немножечко каркаде. У каркаде можно побольше. Он придаст кислинку, и у него очень большое антиоксидантное воздействие, он очень полезен. Так что еще давай. Далее у нас идет липа. Липа известна своими противопростудными свойствами. И шалфей. Да, и немножечко шалфей. Столько хватит? Да, да, вполне. Итак, теперь мы стараемся залить это все примерно одинаковым количеством воды. И надо, чтобы он немножечко настоялся. Буквально минут 7. Итак, основные ингредиенты у нас уже готовы. И теперь мы ждем несколько минут, чтобы это настоялось, а потом начинаем творить. Будем смешивать между собой эти ингредиенты и получим очень полезный напиток. А в чем мы будем смешивать? Мы будем смешивать это все в колбе. В большой колбе будем смешивать, потом разольем по чашечкам и выпьем. Итак, у нас настоялись наши ингредиенты. И сейчас мы будем понемножечку их отливать, процеживать. И потом таким образом составим купаж. Так, начнем, пожалуй, с лемонграсса. Так, чтобы у нас не попало ничего лишнего. Наливать будем примерно в равных пропорциях. Потому что все эти травы полезны и хорошо сочетаются между собой. А есть ли такой чай, который, наоборот, помогает тебе взбодриться? И как можно это все сделать? Разумеется, есть чаи, которые помогают взбодриться. Есть ингредиенты и травы, которые очень хорошо влияют на твое ощущение и то, чтобы ты проснулась. То есть, если мы говорим про энергетические чаи, то это, в первую очередь, разумеется, зеленый чай. Помимо зеленого чая, также можно использовать такие травы, как элеутерокок, сагандаэля, лимонник китайский тот же самый. И есть некоторые другие травы, которые просто помогают тебе адаптироваться к изменяющимся условиям среды. Такие, как женьшень, радиола розовая, тот же самый каркаде. То есть, изучение свойств трав, в принципе, это является одним из задач технолога, который в дальнейшем будет собирать травяные купажи и таким образом делать функциональные чаи. Вау, как круто! То есть, что можно самому будет сделать себе чай, когда ты поздно лег спать, а тебе нужно на учебу, вот как раз-таки. На учебу или на работу, да, все верно. Собственно говоря, как преподаватель я этим периодически и занимаюсь. Когда прихожу на работу, понимаю, что абсолютно не выспалась, прихожу в аудиторию, беру травы, завариваю, выпиваю и замечательно себя чувствую целый день. Какие-то ведьмы или ученые. Ну, мы предпочитаем, чтобы нас называли учеными, но... Это, видимо, от ведовства здесь тоже есть определенные элементы. Например, колбы. Нет, на самом-то деле, если мы говорим про народную медицину, там же все завязано как раз-таки на травах. И если знать свойства каждой травы, то вполне себе можно большинство болезней, по крайней мере, на ранней стадии попытаться вылечить именно травами. Потому что в них огромнейшее количество полезных веществ. Например, то, что мы сейчас с тобой делаем, здесь очень большое количество антоцианов, полифенолов и органических кислот. А в основном витамина С, который способствует нашему иммунитету. Итак, результат наших с тобой трудов мы сейчас попробуем. Пробуй, конечно. Он очень вкусный. Я рада, что тебе очень понравилось. Казалось бы, здесь нет ни сахара, ни меда, ничего сладкого. Ну, теперь сладкое есть. Хорошо. Как ты понимаешь, то, что профессия технолога, например, чайного производства и, в принципе, технологии продуктов питания из растительного сырья, это очень важные люди для того, чтобы поддерживать здоровье и качество жизни наших сограждан. Поэтому приходите к нам. Ну, я в этом убедилась. Чай очень вкусный. Спасибо вам большое. Было очень интересно создавать такой мне, ну, из трав в чай, да. И я запомнила, как это нужно делать. Хорошо. Я очень рада, что тебе понравилось. Приходи к нам. Мы идем на кафедру с очень сложным названием, но точно знаю, что там будем делать шоколад. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о кафедре кондитерских технологий. Добро пожаловать в наш университет и на нашу кафедру. Ну, и позволь рассказать тебе пару слов о нашей кафедре. Кафедра носит название кондитерских, сахаристых, субтропических и пищевкусовых технологий, ведет свою образовательную и научную деятельность по двум профилям бакалавриата, технологии кондитерских, сахаристых и шоколадных изделий, а также технологии субтропических и пищевкусовых продуктов. И по двум направлениям магистратуры. Эффективные технологии кондитерских и шоколадных изделий, и технологии кондитерских изделий, и биотехнологии шоколада. Вообще наша кафедра является одной из основополагающих кафедр нашего университета и ведет свое начало еще до войны. Так как приоритетной задачей кафедры всего университета является обеспечение пищевыми кадрами, то есть те кадры, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны, то важно отметить, что даже на момент Великой Отечественной войны кафедра не останавливала свою деятельность и готовила специалистов для пищевой отрасли. Кроме того, сейчас взят отдельный курс на подготовку прикладных специалистов. Кто же это такие? Это те специалисты, которые владеют технологиями, хорошо знают непосредственно оборудование, на котором делаются кондитерские изделия, но и те, кто профессионально работают непосредственно с сырьем, полуфабрикаты не умеют работать с готовой продукцией. Соответственно, важно отметить, что в годы Великой Отечественной войны здесь, на кафедре, располагался мини-сахарный завод, который не останавливал свою деятельность и кормил фронт необходимым сахаром. На сегодня кафедра готовит специалистов в рамках пищевой инженерии, индустрии производства продуктов питания для кондитерской отрасли и, прежде всего, технологов по шоколаду. Шоколад – это отдельная века, и ему мы уделяем здесь особое внимание. Соответственно, для подготовки подобных специалистов созданы такие лаборатории, в одной из которых находишься ты сейчас. Вот когда я произношу слово «кондитер», мне почему-то всегда приходит в голову именно шоколад. Но помимо этого есть же и другие вкусности. Совершенно верно. Вообще в технологии кондитерских изделий, согласно классификации, есть мучные кондитерские изделия, сахаристые кондитерские изделия, к коим, кстати, относятся шоколад, любые другие. Но шоколад именно из-за своих особенных свойств занимает особое место. Именно при слове «шоколад» мы чаще всего и ассоциируем кондитерское производство. Кроме того, важно отметить, при слове «шоколад» возникает некоторое желание попробовать именно шоколад, а не какое-либо другое изделие. Даже говорят, что при употреблении шоколада усиленно выделяется гормон удовольствия – эндорфин. Соответственно, но если мы говорим все-таки о производстве продуктов питания, в рамках которых мы готовим технологов в данных лабораториях, важно отметить, что шоколад является уникальным продуктом. Технология его производства также является уникальной технологией, и ей следует уделять особенное внимание, потому что очень четкая и очень тонкая настройка оборудования, очень тонкая настройка технологических параметров. Чтобы получить продукт с заданными свойствами, технологу нужно очень серьезно поработать. И здесь важно грамотно уделять внимание каждой мелочи, каждому значению технологического параметра и каждому виду сырья, чтобы получить то, что мы называем шоколадом. От чего зависит качество шоколады? Прежде всего, любое изделие, любой продукт питания определяется сырьем, из которого этот продукт произведен. Также и шоколад, прежде всего, определяется параметрами сырья, то есть параметрами какао-бобов, из которых он получен. Это и различные сорта какао-бобов, это условия произрастания. Здесь даже имеет значение влажность воздуха и климатические условия, где произрастают конкретные какао-бобы. Конечно же, определяется качеством ингредиентов, в принципе, которые мы добавляем при производстве шоколада, но и рецептуры, по которой создается шоколад. Чем же важна эта профессия? И какие отличия повара-кондитера от технолога кондитерского производства? Большое спасибо за такой интересный вопрос. Во-первых, о важности. Любые специалисты, которые связаны с индустрией производства продуктов питания, в том числе технологи кондитерского производства, это те люди, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны. Соответственно, их подготовка является одним из приоритетных направлений существования государства. В принципе, они должны быть. Это и есть будущее страны. И то, о чем ты спросил во втором вопросе, повар-кондитер от технолога кондитерского производства принципиально отличается тем, что повар-кондитер – это среднее профессиональное образование, колледж или техникум. А технолог кондитерского производства – это уже высшее образование. Чем же они непосредственно предметно отличаются? Технолог кондитерского производства, в отличие от повара-кондитера, Он также умеет работать руками, но, помимо прочего, он также изучает принципиально и глубинно сырье, он изучает непосредственно технологическое оборудование, знает машина, аппаратурные комплексы, весь технологический режим производства шоколада, да и в принципе любых кондитерских изделий, стремится разрабатывать новые виды кондитерских изделий с заданными свойствами. Как правило, это обогащенные кондитерские изделия, то есть вкусные не просто становятся вкусным, а вкусные становятся полезным. Ну и прежде всего, повар-кондитер – это рабочая профессия, а технолог кондитерского производства – это уже управленцы, это те, кто являются руководством. Спасибо большое за ответ. И я вот вижу, здесь делают шоколад. Можно ли поучаствовать в этом процессе? Да, конечно, можно. Пожалуйста, я приглашаю тебя на эту позицию и передаю слово своей коллеге. Здравствуйте, я вижу, вы делаете шоколад. А можно ли мне поучаствовать в этом процессе? Да, действительно, я только что делала шоколад ручной работы, да, но это не простой шоколад, он является функциональным, то есть предназначенным для определенных групп населения, да. А в частности, шоколад, который я только что готовила, он предназначен для спортсменов. А я как раз-таки занимаюсь спортом. Можно ли мне попробовать? Конечно, можно. А я пока расскажу, чем этот шоколад отличается от любого другого шоколада, который мы привыкли покупать в магазине. Разумеется, это шоколад с пониженным содержанием сахара, да, то есть в основном там содержатся сахарозаменители натурального происхождения и подсластители. Во-вторых, он обогащен белковым компонентом, который также необходим всем людям с повышенными физическими нагрузками. Наверное, ты чувствуешь, да, что вкус его немножко отличается от стандартного шоколада. В этом как раз и есть суть профессии кондитера-технолога в том, чтобы разрабатывать различные функциональные продукты, да, которые направлены на людей с некоторыми ограничениями в питании, либо на людей с повышенными нагрузками умственными, физическими. Эта продукция направлена на то, чтобы разнообразить их рацион, обогащать его и, конечно же, корректировать какие-то огрехи в их здоровье, да, то есть при помощи питания мы должны обогащать организм витаминами, микроэлементами, макроэлементами, какими-то белковыми компонентами. В этом как раз и есть суть и смысл профессии кондитер-технолог. Именно этому мы учим на своей кафедре. Это очень интересно и вкусно. Вот вопрос, а сколько шоколада можно есть ребенку в день? На самом деле ребенку ни в коем случае нельзя злоупотреблять шоколадом, особенно с темным, потому что в какао-порошке, да, в какао-тертом, который содержится в темном и молочном шоколаде, содержат такие вещества, которые способствуют выработке эндорфинов в организме, что очень будоражит ребенка, его потом очень трудно уложить спать, у него повышается количество энергии в организме, и поэтому рекомендуется детям давать белый шоколад. И помимо всего, белый шоколад, он является гораздо менее аллергенным, чем темный и молочный, потому что в белом шоколаде, как я уже сказала, нет какао-порошка, в котором содержится небольшое количество аллергенов. Поэтому детям лучше всего давать именно белый шоколад. Спасибо большое! Теперь я буду знать и есть поменьше шоколада.